Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Галина Кочерова. Сегодня городское собрание депутатов составит план работы на 2011 год. Также в повестке заседания первым пунктом утверждение бюджета города. Кроме того, местные парламентарии собираются изменить положение о негосударственном пенсионном обеспечении за счет средств бюджета Магнитогорска и положение общественно-молодежной палаты. Вместе с тем, сегодня будет утверждена новая редакция городского журналистского конкурса «Город и мы». Власти Челябинска настаивают на введении в городе карантина по гриппу. Поликлиники Челябинска переведены на усиленный режим, работают даже по воскресеньям до 8 часов вечера. В стационарах оборудуют дополнительные места для приема больных. Медики отмечают, что абсолютно все заболевшие гриппом оказались непривиты. Во многих районах области эпидпорог превышен более чем на 50%. Магнитогорское число заболевших возросло, но эпидпорог не превышен. Медики напоминают, при малейших подозрениях на грипп необходимо сразу вызвать врача. Воды снова начинает не хватать. На прошлой неделе магнитогорцы потратили значительно больше ценного ресурса, чем прежде. Суточный расход вырос со 150 почти до 160 тысяч кубометров. В нынешней ситуации это чревато новыми остановками скважин. Городские власти призывают магнитогорцев вспомнить об экономии, иначе весной может снова последовать череда отключений. Снег нужно убирать в два раза быстрее, так считает глава магнитогорской Евгений Тевтелев. На чередном аппаратном совещании сказал, что дороги хотя и неплохо почистили, но в некоторых местах они сильно заужены. Кроме того, службы не успевают вывозить снег с тротуаров и обочин, а сугробы снижают видимость. Горы снега. Более того, это и безопасность движения. На одном из перекрестков выезжал, ну все-таки в джипе, достаточно высокая машина, я еле-еле с трудом увидел с левой стороны двигающееся транспортное средство. Маленькая Кио ехала. Все, вечер, сумерки. Не видно. Сегодня ежедневно коммунальные службы вывозят около тысячи кубометров снега. По мнению главы города, работать нужно в два раза быстрее. Конкурс на право оказания услуг по перевозке пассажиров состоится. Об этом заявили на аппаратном совещании в городской администрации. На участие подали заявки пять перевозчиков. Остальные отказались принимать новые правила городских властей и обратились в прокуратуру. Однако надзирающий орган не внес принципиальных поправок в постановление главы города. Лозунг поддержка малого бизнеса, возможно, махать бесконечно. Мало, главное ему не мешать. Вот мы ему не мешаем части перевозок пассажирских. Восемь лет не мешали. Думали, что рынок сам все отрегулировал. Не получилось. Не отрегулировал. Как было восемь лет назад, так и осталось. На всякий случай власти приводят в готовность муниципальные автобусы и трамваи, находящиеся в консервации. Они должны выйти в рейс в случае, если после 1 февраля маршрутных такси не хватит для перевозки пассажиров. Сегодня в центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий. Устроиться предлагают на рабочие места мастера участка, электрослесаря, машиниста насосных установок, автогрейдера, бульдозера. Также решить вопрос трудоустройства можно 27 января. Работодатели ищут потенциальных работников, обслуживающего персонала. Требуются кассиры, официанты, уборщики, электромонтеры, слесари, продавцы, пекари, кухонные рабочие. Напомним, что ярмарки проходят в помещениях центра занятости с 9 до 11 утра. Молодым дизайнерам предлагают нарисовать город будущего. При поддержке Общественной молодежной палаты Законодательного собрания области в регионе пройдет Всероссийский конкурс инновационных проектов «Архитектурный образ России». Предлагают пять номинаций «Город будущего», «Квартира молодого человека», «Центр досуга на селе», «Общежитие для студентов» и «Научный центр инноваций». Конкурс пройдет в два этапа – региональный и федеральный. Стартует 1 февраля. Далее информация Центральной диспетчерской службы. С 9 до 15 прекращается подача холодной воды в домах по улице Советской, по улице Грязнова и по адресу Октябрьская, 30. С 9 до 16 не будет отопления в домах по Первомайской, по проспекту Карломакса и улице Казакова. С 9 до 16 планируется отключение электроэнергии в ряде домов по Малое, Писарево и в домах по Кирово. О том, какая погода нас ждет сегодня, через несколько секунд. Я же с вами прощаюсь и добрых вестей. Синоптики прогнозируют, сегодня днем потеплее в Сушан-Пенуазе – минус 6, минус 8. В Кизильском – 5,7, ниже ноля. В Верхнеуральске – до 10, со знаком минус. И в Магнитогорске – снег, метель до 10 морозов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok